я заранее на самом деле извиняюсь у меня до безобразия простая презентация из на это хорошо в ней всего 10 слайдов никаких лем теорем почти нет никаких формул скорее мне интересно было бы с вами со многими как с экспертами по машинному обучению показать вам некоторую оптимизационную задачу для которой на самом деле мы как-то довольно беспомощно себя чувствуем то есть в целом обычно в последние годы я занимался тем что пытался получить какие-то нижние оценки на вычислительную сложность здесь конференция про другое у нас про про эффективные алгоритмы и про то как они в жизни полезны и про то как для разных сложных задач они могут оказаться оказаться полезными опять-таки ну вот давайте я вам покажу такую задачу до которая для нас теоретиков очень важно так тоже не работает почему-то вообще ничего не работает до кликер я уже убрал сейчас одну секунду видимо когда яндекс диск хотел показать эти фотографии всем вам он все заблокировал можете перекликер заработает на самом деле нет не работает ну ладно значит да да не ладно бокс не муж понажимаю чтобы время не тратить могу так ставить значит давайте очень 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 простое мягкое введение в такой схемную сложность вот представим что у нас есть такая естественная булевая функция она на вход получает n битов и выдает примерно логин битов который кодирует сумму входных ангитов такая естественная очень задача и представим что вы хотите ее теперь посчитать ну как каким-то образом и давайте зафиксируем вот такую вот простейшую модель модель называется там линейные программы это вот как слева у нас есть три входных бита мы хотим посчитать их сумму закодировать ее двумя битами то есть бит переноса один будет но и один бит бит суммы ну вот можно например сделать это вот такой максимально простой программой в этой программе каждая 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 строка это просто применение бинарной булевой операцией каким-то двум предыдущим результатам ну вот здесь мы посчитали сумму x2 x3 здесь мы посчитали тоже сумму помогли 2 x1 и x4 здесь мы посчитали and там x2 x3 здесь что-то сделали здесь что-то сделали вот это такая straight line программ называется то есть максимально что-то простое что вообще можно только себе представить я не буду сейчас сдаваться в подробности но в действительности когда мы рассматриваем такие программы вместо там машин тюринга например или вместо более общих алгоритмов мы почти ничего не теряем то есть если у вас есть какой-то алгоритм его все время можно переделать вот в такую вот банальную просто линейную программу которую в ней нет никаких ифов никаких циклов ничего почти не потеряв но и принято такие программы из изображать вот такой вот вот таким графом который называется булева схема то есть в нем просто ну чуть более удобно обозначено все что происходит что штаб да 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 линейные в том смысле что то есть действительно бывают еще линейные схемы это те в которых только ксоры используются и они считают линейные функции но здесь она линейная в том плане что да вот просто никаких циклов ничего один за другим мы все вычисляем ну и естественный вопрос возникает когда нам дана булева функция какое минимальное число таких строчек нам нужно чтобы ее посчитать ну формально если есть если есть машина тюринга которая на входе размера n работает за время ты от н то по ней можно построить схему которая будет получать на вход н битов иметь размер ты от н налог ты от н и вычислить то же самое для каждого на свою да то есть там разница с алгоритмами в том что эта модель она ну так называемая неравномерная то есть у схемы четко зашито сколько у нее входных битов вот здесь вот то есть сколько вот таких вот вершин входящей степени 0 ну или там вершин в которых вот эти x нарисованы это чуть другая модель как бы она гораздо проще в некотором смысле чем устроена чем машины тюринга ну или чем алгоритмы видно что здесь ну каждая строка она вот совершит ну максимально простая просто два каких-то бита которые которые в предыдущих строках были посчитаны или входные мы применили к ним какую-то бинарную булевую операцию машины тюринга в этом смысле гораздо сложнее то есть в ней есть там алфавит не есть головка в ней есть какая-то там лента бесконечная все это как-то программа какая-то все это двигается ездит куда-то здесь все гораздо проще поэтому с одной стороны с другой стороны любую машину тюринга можно переделать схему примерно того же размера с третьей стороны за счет того что у нас появляется вот эта вот свобода в том что для каждого n своя схема есть некоторые такие аномальные ситуации то есть можно алгоритмически неразрешимые языки считать вот такими вот схемами но так или иначе не на самом деле про сложности не очень буду говорить интересует вот какой вопрос вот дана нам какая-то конкретная функция возможно какая-нибудь практически важная функция которая там в процессоре вычисляется та же сумма или произведение двух чисел и мы хотим понять каково же минимальное число строк в такой программе которая посчитает эту функцию вот это на самом деле и есть та оптимизационная задача которую хочется уметь решать сейчас я объясню почему хочется ее уметь решать и объясню что мы умеем делать для нее значит во первых да я только что показал вам схему эта схема давайте еще чуть чуть про нее поговорю она в действительности считает сумму по модулю 2 действительно вот есть три бита x1 x2 x3 ну вот видно что в x5 мы посчитали просто сумму по модулю 2 битов x1 x2 x3 вот в x4 мы посчитали сумму x2 x3 а потом приксорили к ним еще x1 в x5 соответственно просто бит суммы записано вот уже не так хорошо видно но вы можете наверное мне поверить что в x8 на самом деле написан бит переноса ну или если по-другому там majority бит то есть это x8 равно единички тогда и только тогда когда среди x1 x2 x3 есть хотя бы две единицы вот ну соответственно x8 x5 просто кодируют сумму по модулю 2 3 вот этих входных битов и в действительности несложно проверить что меньше схемы той схемы состоящей из меньше чем 5 гейтов нету в частности сделать это ну можно просто как-то порисовать и убедить себя можно совсем так формально подойти к вопросу взять взять и записать это все просто как кнф формулу то есть а именно записать вот такое вот взять утверждение нам по данной вот таблицы истинности функции функции суммы существует там 5 гейтов которые как-то соединены вот это все считают и на выходе получается то что нам нужно ну то есть вот если повозиться в общем то недолго то можно это свести к нф и потом взять какой-нибудь адсолвер запустить и он докажет что что схемы состоящий из четырех гейтов нету не бывает вот значит если речь идет о четырех гейтах то тогда все просто действительно к сожалению все становится очень плохо довольно быстро значит сад солверы как вы скорее всего знаете они в последнее время очень-очень то есть есть огромная разница вот пропасть между практикой и теорией вот есть задача выполнимости в теории которую мы до сих пор не умеем решать быстрее чем 2вн и теоретически с другой стороны на практике сад солвера ведут себя очень хорошо они могут решать формулы в которых там миллионы там десятки миллионов переменных ну вот для для схем к сожалению картина такая если воспользоваться сведением к сад солверу тогда находить схемы из 10 гейтов там ну или из 10 строчек там или 11 это еще туда-сюда когда гейтов становится 12 уже становится все очень тяжело ну и как обычно происходит вот еще что то есть если схема которую вы ищете ну то есть для вашей там булевой функции она есть это означает что соответствующая формула выполнима ну и как правило для выполнимых формул с от солвером ну попроще они там могут как-то ну более-менее там угадать от выполняющий набор как-то им повести если невыполнимо все становится тяжелее к сожалению то есть на невыполнимых формулах обычно но можно запустить где-то и там неделю с от солвер будет работать и ничего не докажет то есть не это это я просто говорю что есть булева функция там от 12 переменных какая-то нет 12 переменных даже она обычно там от 5 от 6 переменных а 12 гейтов мы ищем вот на сегодняшний день с от солвером чтобы доказать что не существует не существует схемы из 12 гейтов это какая-то неподъемная задача совершенно не но они они умнее гораздо действует то есть там внутри куча всяких эвристик куча оптимизации но все равно в общем пространство поиска огромное и не удается с от солвером доказать быстро что такой схемы нет то есть от солвера по-разному там действуют разные есть есть те которые там как-то расщепляются есть те которые локальный поиск использует еще что то в общем так или иначе ни один из тех которых я запускал не смог мне доказать что вот вот такой схемы размера 12 нету нет ну сомнительно зачем бы нужен был такой с от солвера который говорит нету скорее всего то есть бывают с от солвера неполные которые если сказали выполним эту форму выполним она потому что это легко проверить сразу и бывает что да некоторые они останавливаются и говорят не знаю но чтобы солвер говорил скорее всего то есть я не знаю но вот вот моя ставка что и таких я не вижу нет 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 но проблема еще в том что как доказывать невыполнимость в частности в целом непонятно то есть если формула выполнима то сертификат выполнимости это выполняющий набор если формула невыполнима то как это доказать обычно непонятно но мы мы не знаем как как бы коротких сертификатов невыполнимости то есть для некоторых форму может повести если в правильном порядке перебирать что так ну просто дерево перебора она обрежется везде хорошенько и все станет хорошо но в целом как бы в общем случае так так не везет никому да все подряд да да в смысле не для одной и хорошо ну в смысле если если в функции если мы ожидаем что у функции схемная сложность как раз 12 примерно там 11 12 то то все с от солвера задыхаются вот значит если вам интересно посмотреть на то как эти сведения работают можно вот по этим двум ссылкам посмотреть до первая правда еще пустая но я бы хоть не завел этот репозиторий когда-нибудь у него положу туда или там если вы хотите то ускорить вы можете мне написать то есть у нас есть программа мне просто стыдно ее пока выкладывать потому что там ну такой в общем научный код нет я прислать и готов по по запросу мгновенно и чтобы да нет но это я стеснения меня свою лень оправдываю да значит есть гораздо более приятный вариант скачать программу написанную кнутом не так давно значит в четвертой в четвертом томе в четвертом томе искусство программирования у кнута есть во первых целая глава посвященная булевым функциям во вторых у него есть самая самая большая глава вообще во всех среди всех четырех томов посвященная задачи выполнимости и у кнута вот по этому адресу во первых вы можете скачать там штук 13 разных садсолваров которые он написал сам во вторых это самое сведение которое то есть мы его когда-то придумали лет не знаю там семь назад по моему и кнут его потом перед переизобрел ну и по потом мы даже что-то нам обсуждали капельку снимут не посчастливилось соответственно можете там скачать посмотреть и и что-то по запускать так давайте теперь я как-то поясню зачем вообще все это нужно вот у нас есть какие-то почему вообще нас волнует случай когда там я не знаю нас есть 567 переменных и мы пытаемся какую-то схему маленькую найти значит есть две причины смотреть на это скептично на все на поиск этих вообще таких малюсеньких схем во первых на практике ну то есть на схемы можно с теоретической точки зрения из практически смотреть на практике нас мало интересует ну то есть процессорах там смысле умножаются какие-то там длинные числа у этих чисел количество разрядов там это там ну не знаю там 500 тысяч и еще что-то но не 5 не 6 и не 7 совсем более того когда на практике нам нужно какую-то схему реализовать то там далеко не только количество гейтов нас интересует то есть важна глубина во первых схемы во вторых ну там как обычно в жизни все сложнее чем в теории то есть там как-то важно вообще как это уместить на на маленьком пространстве как как там избежать каких-то пересечений еще с чего-то это про практику про теорию в теории нам интересен вот какой вопрос для каких функций нам нужны большие схемы в частности если мы построим какую-то явную функцию для которой мы сможем доказать что схемы нужны слишком большие то есть супер полиномиальные мы докажем что p не равно np и когда-то в это вкладывали очень много надежд потому что ну схемой гораздо проще устроенный комбинаторный объект чем машины тюринга соответственно была надежда просто взять какую-то функцию из класса np и сказать ну вот она не считается схемами полиномиального размера но и даже был достигнут такой серьезный прогресс в ограниченных моделях схем в монотонных там и в схемах константной глубины и казалось что ну вот вот скоро мы и для общих схем это сделаем но опять-таки жизнь оказалась сложнее для для общих схем не сделано ничего то есть там все все очень печально и как раз таки если бы было полтора часа я бы про это рассказывал но я не хотел про это рассказывать ничего на конференции по алгоритмам и машинному мучению они по сложности вот просто то есть такой как значит мы на данный момент очень плохо умеем доказывать нижние оценки на размер схем да и интересует нас опять-таки когда мы хотим какие-то оценки получать мы хотим получать не для конкретной функции там от пяти или шести переменных мы хотим получить их в терминах в терминах n когда мы говорим супер полиномиальная нижняя оценка мы имеем виду супер полиномиальная длины входа они супер полиномиальная там от 5 или от 6 или от 7 соответственно в этот момент совсем не должно быть понятно зачем вообще нам нужен этот случай когда n настолько мало Но в действительности есть аж две причины, почему это все-таки интересно. Значит, первая причина, она такая. Иногда, если вы построите оптимальную схему для какого-то маленького n, там 5, 6, 7, тогда это автоматически вам дает улучшенную верхнюю оценку для всех n, для некоторой функции. Происходит это, если так, на пальцах совсем, потому что для некоторых функций легко построить схему просто из таких кирпичиков константного размера. Например, из того, что сумму трех чисел можно посчитать пятью гейтами, просто следует сразу, что сумму n чисел можно посчитать 5n гейтами. То есть у суммы n чисел схемная сложность не больше, чем 5n. Почему так происходит? Ну, если на пальцах совсем, то вот у вас есть n битов, которые вам надо сложить. И у вас есть вот эта маленькая схемка из пяти гейтов, которая складывает три гейта. Три бита, прошу прощения. Тогда вы делаете просто вот, что вы эту схемку много раз применяете. Вот вы взяли три бита, применили эту схему. У вас вместо трех битов стало два бита. То есть вы как бы избавились одного бита ценой пяти гейтов. Ну и вы продолжаете это делать. Соответственно, вот тем самым, ну вот была известна верхняя оценка 5n, и это такая фольклорная оценка, которая известна очень-очень давно. Вот совсем недавно кнут как раз-таки уже с помощью садсолверов и с помощью, там, не знаю, рук доказал, что сумму 7 битов можно посчитать 19 гейтами. Из этого сразу следует, на самом деле, улучшенная оценка для суммы n битов, которая вот 4,75. Откуда берется этот 4,75? Ну, по той же причине. Сумма 7 битов – это просто 3 бита. И вы можете сумму 7 битов посчитать за 19 гейтов, то есть от 7 битов перейти к 3 битам. То есть вы экономите 4 бита, платите 19 гейтов. Итого, если вы как бы так, пока вы все биты не изведете, ну, которые там на одном уровне находятся, вы 4 бита удаляете, платите 19 гейтов. Ну, всего вы потратите 4,75. Вот. То есть, итого, когда мы берем вот такие вот маленькие функции, типа сумма 7 битов и доказываем для них более сильные оценки, мы, на самом деле, улучшаем общий случай. Ну, вот для этой конкретной функции. Так работает не для всех, конечно. Вот. В целом, то, что мы сейчас знаем, оно… Мы знаем вот такую верхнюю оценку, что сумма n битов не больше, чем 4,5 n. Это в свое время доказал Женя Деменков. Не то, чтобы он посчитал сумму там какого-то константного числа битов, нашел эффективную программу, но почти так. Чуть для другого блока он это сделал, и оценка улучшилась. И какая… Я почти уверен, что эту оценку можно и дальше улучшить. Просто надо… Просто надо как-то, возможно, еще для большего количества битов перебрать что-то или построить какой-то новый хитрый блок. То есть проблема в том, что сейчас мы уперлись в наши вычислительные способности. И как бы… Как дальше компьютером что-то перебирать уже непонятно. То есть даже вот это вот, когда Кнут понял, что сумму 7 битов можно за 19 гейтов посчитать, это не с помощью SatSolver сделано. В смысле он понял, что сумму 6 битов можно посчитать, или сумму 5 битов можно посчитать 12 гейтами, а потом понял, как руками дорисовать несколько битов, чтобы получить 19. Значит, да, и того, это первая причина. Вот это такой один из примеров, ну, самое простое, опять-таки, для презентации, где улучшая сложность константной какой-то функции от константного числа бит, вы улучшаете общий случай мгновенно. То есть это автоматически происходит. С другой стороны, есть… Есть вот еще какая… Какое замечание. На самом деле нам просто было бы очень полезно знать, как для некоторых маленьких функций выглядят оптимальные схемы. Это потенциально могло бы нам помочь. Давайте я вам покажу цитату из статьи, там, где-то тоже 2010 года Райана Вильямса. Райан Вильямс – это такой молодой, довольно ученый, который сейчас в IT, ну, такая, не знаю, молодая звезда в области теории сложности, который и в алгоритмах, и в схемной сложности очень много всего сделал. Вот он пишет вот, что нам было бы суперполезно знать, например, как устроены оптимальные схемы для матричного булевого умножения. Вот если бы нам показали, как они выглядят для схем размера 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5, 6 на 6, ну, мы бы, может быть, посмотрели внутрь, поняли бы, что там происходит. Это не гарантированно, но мы бы, может быть, увидели какой-то там паттерн, и это бы нам помогло понять, каковы же действительно оптимальные алгоритмы для умножения матриц. Соответственно, ну, вот он так этот проект и называет, что было бы круто иметь энциклопедию минимальных схем, как есть у нас энциклопедия там последовательностей. Проблема наша вот в чем, что мы не знаем даже, как выглядят оптимальные схемы для умножения матриц 3 на 3. То есть наших, и вот в этом я бы и хотел с вами посоветоваться. Если вы предложите, как разные успешные методы для решения, там, задач комбинаторной оптимизации использовать для того, чтобы находить схемы, не обязательно даже оптимальные, пусть они будут хотя бы близкие к оптимальными. Не знаю, у нас есть суперуспешные садсолдеры. Что? Для продолжения полинолом. Что? Если полинолом будем нажать, перезваживаться для логичных. Находить, да, для перемножения полиномов или чисел тоже было бы очень полезно. То есть для перемножения полиномов и чисел, ну, у нас уже все-таки есть алгоритмы, которые работают за n логен, это уже довольно близко к тому… Ну, да, да, да. Что-то не страшно, что-то больше времени. Числа нет, тут же речь идет про маленькие. Оптимальное число… Да. Да, для чисел это тоже, для чисел это вы правы полностью, тоже абсолютно интересно. То есть с матрицами как-то… С матрицами мы просто слишком далеки, то есть матрицы теоретически умеют умножать за n, там, в степени 2, 373, но это какой-то довольно непрактичный алгоритм. Ну, в смысле, он становится… Этот-то совсем непрактичный, а даже Штрассен, он становится практичным на каких-то больших размерах. С числами мы умеем все-таки за n лог n на лог лог n, что все-таки уже близко к u at n, но все равно мы не понимаем, в смысле, u at n на лог n оптимальный… Ну, то есть даже уже мы понимаем, что можно быстрее, но в смысле все равно непонятно, можно за u at n умножать или нет. В общем, есть куча задач, для которых мы были бы рады посмотреть на оптимальные схемы. Так, ну вот еще одна цитата из кнута, в смысле цитата, еще одна цитата. Ну вот кнут приводит где-то, на самом деле можно посмотреть, у него в четвертом томе есть картинки всех оптимальных схем для симметрических функций от пяти переменных. Ну и некоторые из них, ну вот кнут тут называет их прекрасными, прямо и там элегантными иногда. Действительно довольно интересно посмотреть на то, как ведут себя схемы. И нужно отметить, что иногда они себя ведут очень хитро. И еще я говорил, что возможно мы возьмем, посмотрим там на все оптимальные схемы там для матричного умножения и поймем, как матрицы оптимально перемножать. Ну, еще раз говорю, это не гарантированно, конечно. То есть я пялился много в разные схемы, далеко не всегда я могу понять, что там внутри происходит. То есть иногда действительно можно, это может на что-то натолкнуть, но иногда не так и ясно. И схемы действительно, то есть сложность, возможно, в доказательстве нижних оценок, как раз таки в том, что иногда схемы могут делать очень-очень хитрые вещи. Так, вот и все на самом деле почти. Значит, да, перед тем, как давайте я про открытые задачи скажу, раз уж я сказал про хитрые вещи, давайте я вам скажу одну задачку, которая мне почему-то нравится. Конечно, конечно. Матрица булева 3 на 3, это имеет в виду, что каждый элемент матрицы это либо 0, либо 1. Да, да. То есть нам это на самом деле получается булева функция, которая матричное умножение, которая берет на вход 18 битов и выдает 9 битов. Ну, эти 18 битов, это вот они, как бы, да, и мы там хотим. То есть мы не можем ничего сделать с этой матрицей, с этой функцией с помощью SAT-солваров, потому что 18 это уже совсем за пределами того, что мы можем. То есть мы хотим уже улучшить по отношению 27 конвенции, но мы... Да, да, да. То есть, например... То есть... Да, давайте про это я еще поговорю сейчас. Ну ладно, давайте именно про это хорошо и поговорю, что мы хотели бы. Итого у нас есть функции, для которых мы все еще не знаем, как же оптимальные схемы для них выглядят. Есть функции практически важные, которые прямо в процессорах могут использоваться. Есть функции теоретически важные. Ну, то есть, я не знаю, там, любую NP-трудную задачу на графах мы можем взять. И мы, конечно, не знаем, как там она решается. Как клики искать быстро в графах, как там независимое множество, как раскрашивать. Если бы мы... Если бы вот у нас был какой-то оракул или, не знаю, какая-то программа, которая бы умела находить, ну, пусть не оптимальные еще раз, но хотя бы близкие к эффективным схемам, это могло бы нам чем-то помочь. Действительно, один из способов взять какую-то банальную схему, которую, ну, то есть, наивную схему, которая вычисляет эту функцию и начать ее итеративно как-то улучшать. Какими-то методами, какими я не смог толком придумать. То есть, у меня есть какие-то идеи про то, как там локальный поиск использовать, еще что-то, но я даже пока не пытался реализовывать это, потому что не уверен, что это осмысленно. Не знаю. Может быть, какие-то методы машинного обучения, я знаю, слишком поверхностны, поэтому, если у вас есть даже какие-то совсем идеи, про которые вы еще не думали, я был бы очень рад их услышать. Могут ли методы машинного обучения быть применимы для того, чтобы схемы, не знаю, дана схема, просто хотя бы даже понять, можно хотя бы один гейт в ней сэкономить или нет. Это уже было бы очень интересно. Значит, чтобы убедить вас в том, что схемы могут вести себя довольно хитро, давайте я в качестве заключения дам игрушечную задачку. Задачка такая. Есть функция threshold2 от x1 и так далее, xn. Она выдает единичку тогда и только тогда, когда среди входных битов есть хотя бы две единички. Очень простая, ну, то есть это там монотонная симметрическая функция. Ну, то есть сложно представить себе что-нибудь даже более простое. Ну, то есть бывает, конечно, там конъюнкса, дизюнкса, там сумма по модулю 2, но кажется, это вот такой следующий уровень сложности. Вот попробуйте придумать для нее схему оптимального размера. Значит, скорее всего, то, что у вас получится, это будет схема размера примерно 3n-5. И еще хитрость вот в чем, что если поискать компьютерами оптимальную схему для этой функции, тогда при n равном 3, 4, 5 вот это число оно оптимально. И я знаю там способов 4 или 5, кажется, эту оценку получить разных. Ну, вот оказывается, что на самом деле схемная сложность у нее это там 2n плюс маленький от n. И вот, вот, ну, это такая некоторая подсказка, ну, если вам интересно, попробуйте, придумайте вот эту схему, а если вам, если вдруг эта задача засядет, и вы не будете знать как, то напишите мне, я вам с радостью расскажу. Верхняя, то есть вот эту функцию можно посчитать вот такой. Ну, и мы знаем, на самом деле, такую же нижнюю. Вот, обычно, когда я, кажется, студентам давал такую задачу, решил только один. Когда я в соцсети где-то ее запостил, решил только Костя Макарычев из Чикаго. Больше никто не решил, но я не знаю, кто пытался решать. Все на этом, спасибо.